Друзья, приветствую! Видео по большому счету адресуется хозяину колонок, значит пионер собрал. Сейчас немножечко послушаем музыку. Друзья, приветствую! 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 Он до боли мне знаком, вы сами знаете, наверное, не один раз, и не три даже видели, да, у меня на канале, значит, такие системы. Сегодня я подключил достаточно современный аппарат, и я вспомнил вот эти усилители серии АЭС, друзья. Вы не представляете, как омолодился звук в этих пионерах. Вот, блин, прям, я слушал даже вот от своего P2200, все, да, практически. Собрал, значит, подключил их, все, знакомый мне звук, спокойный, винтажный, скажем так, да, такой он ненавязчивый, может быть, мягкий, может, что. Ну, в общем, это, люди, кто в теме, те понимают, о чем я. И подключил вот этот уже относительно современный аппарат, друзья, вы не представляете, как звук омолодился просто. Он стал таким энергичным. Я сразу вспомнил АЭС-ку от Ямахи. Он же тоже, он достаточно резкий усилитель, достаточно энергичный, там энергии столько в нем, он очень быстро отыгрывает материал, импульс, все, вот это, бас дал, ушел, очень высокий контроль там. Ну, то есть, это, значит, первая схематика, вторая, значит, новые детали уже, которым не 35, не 40 лет, да, вот. Ну, и, как бы, это, уже третье, то, что идет акцент на современной колонке, динамика с современными колонками, как бы, звучаний. И вот этот пионер я подключил когда. То есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать то, что даже старые винтажные системы довольно спокойные, да, сделаны для спокойных жанров и так далее. И этот звук так можно приукрасить и омолодить, и, скажем так, ускорить. Поэтому вот как-то это, я прям удачно попал. Я не говорю, что это хорошо, не говорю, что это плохо, но я прям слушаю, я слышу вообще другой звук. По сравнению даже с моим мощником линейным. То есть, это звук уже быстрый, хорошая динамика, звук яркий, звук молодой. Ребята, кто много усилков, ресиверов перепробовал, они понимают, о чем я говорю, да, если, допустим, взять какой-нибудь. Ну, что мне на языке только трио один крутится, блин, это, будь он хорош, да. Если ты подключишь сюда трио или пионер старый, ты услышишь спокойный, мягкий звук, бас будет с протяжкой. То есть, ну, такой, как вот крутится пластинка, да, там это самое. Вот, понимаем, да, о чем я. Вот. И подключая аппарат, допустим, достаточно высокого уровня, я не говорю, что прям вот это супер уровень, но, тем не менее, я услышал сегодня вообще другой звук от вот этих старых пионеров. Какой у них, вот, по-моему, 85-й, если память не изменяет мне. То есть, настолько можно звук омолодить и отдать ему энергию, что сразу я вспомнил усилители серии АС от Ямахи, быстрый импульс, бас дал, ушел, никакого гудежа, никакой протяжки. Некоторые усилители там, брууууу, такая протяжка в низком диапазоне, думаешь, блин, да когда ж ты утихнешь-то, когда ж ты кончишься, думаю, ну сколько можно тянуть. так любят делать усилители компании лот старые в этом я лично убедился ну много модели как бы не буду акцентировать на этом то что кому-то это нравится но я считаю что быстрая подача композиции именно так как заложил там режиссер и так далее без лишних своих вот этих внесений скажем так таких окрасов фирмы и компании и так далее у каждого селка там есть свой окрас да вот как сегодня разговаривали с человеком с хорошим то что значит что мы сегодня обсуждали взять интегральный усилитель до у каждого интегральника есть свой окрас это почерк фирмы это окрас компании это фирменный звук компании взять ямаха это инструментальная звонкость там какая детальность взять пионер это мягкости вас взять там что кен вот эта резкость такой такой каменная вот эта резкость такой звук четкий он кому-то нравится кому-то нет взять техник достаточно детальный не сказать что шибко мягкий ну такой усилитель как бы это есть конечно модели хорошие как бы там очень высокие как бы это уровня там мощники и так далее я их не слушал ну я уверен и пользователь техникс у меня и музыкальные центры были техникс блочные серебристые 750 90 и так далее я как бы на них вырос что у меня был над тысячный был марк а при это этот мощник 900 и был вот ну то есть как бы владел я аппаратурой я скажу что техникса звук принципе классный как бы это золотая середина звука а если взять вы аппараты высокого уровня от технарей то блин я считаю там вообще звук будет как говорят это отвал головы да поэтому друзья выбор именно у себя что продолжу тему интегральные усилители которые мы ставим дома в них в каждом присутствует окрас фирменный почерк фирменный окрас компании любой усилить сансу и взять то тот же он нелинейно звучит он звучит мят матово так мягко приятно но и в той же мере ты понимаешь что это и детальности достаточно больше то и не надо но в первую композицию слушаешь думаешь как-то глуховато потом слушаешь вторую третью четвертую и понимаешь что да вот она вот она то что надо я говорю про сансу и конечно не скрещивал со многими дать системами вот мне нравится середина ямахи я с ямаха слушал вот для ямаховский систем на берилевых драйверах сансу и прямо это как доктор прописал он так матово обволакивает этот берилли прямо угомонит это угомонит колонки у укротит как-то вот укращает вот этот притормаживает и так вот настолько классного он звук преподносит я сейчас свои ощущения значит говорю да вот про интегральники до поняли что в каждом заложен свой фирменный звук фирменный звук компании допустим послушал я прихожу включаю право профессиональный линейный мощник он выдает звук линейно без всяких окрасов почерков приукрасов а так как может нравится нам слушать его дома да вот дома другая обстановка там телевизор у нас большие и так далее вот и когда я его слушаю мне говорит стоп ты уж это не порти вот как должна композиция звучать линейно все так именно преподносится как записал в альбом звукорежиссеры я понимаю да я тебя продавать не буду да потому что ты меня приводишь чувство вот значит что со мной происходит вот такая ситуация поэтому на многим дома нравится слушать звук на красивых колонках возможно колонки виктор на керамике до сделаны звучат красиво да но ты понимаешь что они звучат криво но они звучат красиво кому-то это нравится кому-то нет кто-то говорит я не хочу уж и таким портить кто-то про yamaha кто-то про что как бы но тут как бы вкусы разные но когда я еще раз повторюсь я включаю линейный мощник вот то он меня приводит чувство что я понимаю как должна играть композиция понимаю я по одной простой причине что я начинаю слышать вообще вещи необычные которые я не слышу допустим в усилках интегральниках где допустим на кручу там пробок вот так скажем да уже вот этих вещей не слышу поэтому вот вот эта тема и нарисовалась сегодня то что когда я включил вот этот звук молодой энергичный быстрый да и как он оживил вот эти пионеры сразу вспомнил я усилители достаточно быстрые резкие от yamaha as серию поэтому друзья тут как бы для меня основная критерия это колонки если будут дерьмовые колонки никакой усилитель не вытянет из них чё то есть я иду к чему я собираю себе систему да для меня в первую очередь это акустическая система только она даст хороший звук пускай я поставлю бюджетный усилитель дешевый там с пятью деталями из 100 на борту до образно он все равно будет играть она даст цену она даст звук она даст масштаб объем вот она чем больше система тем даст больше баса вот то есть лучше будет строить сцену если на борту хорошие головки да а потом уже я буду двигаться в сторону усилитель поэтому вот вот такая сессия это арифметикает на протяжении полдня наверное почти я вот слушаю вот эту сборку да блин вообще кайф вообще кайф кайф знаете то что такие изменения то есть открылись что вот этот пионер я его еще раз скажу знаю как облупленного я знаю как они звучат ну когда я подключил относительно молодой качественный аппарат да блин какой энергии он им придал то есть это невероятно круто слушать такой вот но по большей мере то есть это да друзья кто выбирает я еще раз говорил что хороший ресивер он же играет в директе как стерео усилитель и так далее через диспе процессоры можно слушать и так можно слушать в линейке и так далее с темброблоком и без но опять же не все как говорится до йогурт и одинаково полезно но многие аппараты прям удивляют поэтому как бы ищите ваш звук усилитель я сегодня в оконцовке убедился что усилитель или ресивер для меня это уже не столь важно эта тема бесконечная можно взять ресивер обалденно высокого уровня он будет переигрывать усилитель в таком же своем классе можно взять усилок круче он переиграет ресивер и так далее и вот эта тема она будет идти и я понимаю что бесполезно вот люди спрашивают что купить усилок и для или ресивер какие у тебя колонки что ты слушать для чего тебе это надо конечно же если ты хочешь ядреный бас там и так далее протяжный там что-то как-то прокачать там гулянку какую-то но усилители они более до для этого сделан а ресиверы достаточно высокого уровня они тебе дают скажем так фундаментальную такую энергичную такую сцену да хорошо вот строит инструментальность вот этот переходы эффекты как как он крутит как он все вот это преподносит настолько молодой звук современный тебе комфортно если ты допустим относительно человек молодой и слушаешь всякие разные жанры ты понимаешь что да это знакомый мне звук это звук не тусклый немедленный какой-то не не скучный и так далее поэтому друзья тут у каждого свои вкусы я считаю что тему для меня как бы ресивер или усилитель я закрываю и как бы это я поклонник большой как усилителей раньше я к ресиверам скептически относился потом много аппаратов перепробовал как бы это у меня скажу так у меня дома будет ресивер стоять достаточно высокого класса и усилитель тоже усилитель будет качать большие колонки не потому что это допустим хорошо или плохо просто потому что у меня уже есть усилитель вот и все а у него преампы сзади они всегда активные то есть через него будет даже идти через ресивер с преампом будет идти на усилитель я могу это это слушать и через это и через это то есть и через сам ресивера не этого другого это самое то есть в звене домашнего кинотеатра прослушивание через маленькие колоночки через youtube там яндекс музыку него через телевизор интернет и так далее у меня будет ресивер то есть в основном звене как бы и колоночки к нему будут опять же смотрите как я подошел до меня будут полочники sx 4g pioneer по крайней мере вот на сегодняшний день я на них остановился не знаю что будет завтра и так далее но уже достаточно давно как бы я на них остановился вот значит смотрим колонки спокойные колонки старые колонки винтажные они не сделаны под быстрые жанры да что я сделал я себе ставлю ресивер дэном модель пока не буду говорить этот достаточно крутой аппарат я его слушал не раз я обалдел от его во первых звука во вторых с возможностям network у него интернет и так далее да вот он очень молодой похож на этот звук кстати очень энергичный и вот это за золотая середина и компенсируются вот эти весы баланс старые винтажные колонки сделаны еще в то время 80-х года для медленных жанров и достаточно быстро энергичный ресивер и как раз получится то золотая середина звука который мне вообще надоедать не будет возможно к этому дэна но если я подключу современные полочники то возможно как бы я буду уставать от звука поэтому вот вот такой как как какой-то это человек я считаю что должен выбирать золотую середину всегда какой-то баланс не надо выбирать слишком яркое красивое но тебе быстро надоест ты устанешь и не надо выбирать слишком медленное тусклое вот что-то вот старое прям такое ламповое потому что она тебя томить будет постоянно будешь уставать от этого как бы скучно тебе будет вот и все так что вот такое открытие сегодня я подключил пионеры я их звук не узнал ничего себе думаю как они приукрасились да это у нас значит аппарат пионер аудио-видео мульти-чанел амплифайр ну в общем ресивер до веса д 2011 значит вот сиди директ здесь значит у нас что у нас тут тоже все по другой никуда глубоко меню залазить не надо то он значит это у нас вот отключился включился темброблок бас этот вверх а в общем прибавлять убавлять что тут loudness тон компенсация вот в общем настройки вот они пожалуйста надо тебе что что давайте бас вот убавляем прибавили то есть для меня как бы это очень важно когда все доступно и на пульте тоже то есть можно это все сделать без проблем то есть он бас я включил вот я его убавляю прибавляя но также также и высокие то есть вот без проблем все что надо могу я выключить тон компенсацию могу выключить темброблок вот то есть вот так ну да там кучу функций там экран можно звук прибавляешь загорается потом опять тухнет если ночью он раздражает в общем это самое функции как бы очень много в нем будет такой мощный скажем так 4 пальчиковый батарейки сюда в общем друзья я вам честно рассказал как бы впечатление свои вот что компоновка аппаратуры очень важно на ваши вкусовые восприятия так ну колонки такие принципе я показывал они у меня как бы были не раз поэтому что сказать все вроде и так разговор я вообще планировал минут на 5 а получилось 25 дня даже больше все это у нас был пионер с 9500 поговорили на тему компоновки аудиоаппаратуры стыковки друг с другом да что не все она одинаково полезно и звучит всегда одинаково да надо правильно подходить к делу все друзья буду заканчивать спасибо за внимание всем удачи всем пока отдыхай